Я чувствую себя счастливой, что ты жила про этого дня. И желаю вам счастья, о школе вечной молодости и умножать успехи. Мы прожили жизнь не зря. Её начал строить Шултанов Киприян Денисович, Лазарь Денисович, по указанию лесокомбината. Эту школу строили ауралом. То есть быстро, в мае начали, а в сентябре уже вошли в новое здание. Новое здание строили студенты. Они малоопытны были. Развели алебастр, он у них застыл в ящиках. Начинали по новой. И вот построили школу к сроку. А дети ходили всё лето, конопатили здание. Потом, когда здание уже поставлено было, то ученики 6-7 класса ходили и штукатурили. Наравне с техническими работниками, со взрослыми женщинами. А женщины эти были. Желонкина Татьяна Алексеевна, Казанцева Нина Алексеевна, Шумилова Валентина Афанасьевна. Это такие добросовестные люди, что им хоть впору давай ордена. Они в такой чистоте содержали здания и так помогали в воспитании детей, что трудно переоценить их вложения. Если проходила какая-то декада, вывешивались различные плакаты, стенды, викторины, то в первую очередь дети садились за парты, а технички, Аня Казанцева, Таня Желонкина, они решали эти задачи и помогали детям. В общем, воспитывались все. У нас проходили постоянно слеты пионерские. Почему-то вот их сейчас не стало. На пионерские слеты готовили отчет школы за год, делали красивые альбомы и выступали, понедельник проводили в Кондейском, выступали, показывали свои достижения в области спорта и знаний туристических. Дома, когда они проходили слеты, проводили эстафеты внутри школы. Приезжала Половинкинская школа, Мулынская школа впоследствии, Назаровская. И у нас в Шериме на поле колхозном проводили вот эти эстафеты. И принимали в них участие не только дети, но и взрослые. Помню, бабушка Кроколева приходила на эстафету, так она наравне с Колькой бежала с Кроколевым. И кричала, Колька, давай, давай, давай. У него в Кольке ноги-то как спицы. Различные вот такие были реакции. В общем, жили дружной семьей. Хотя и дети Манси жили на государственном обеспечении, на полном. А русские на своем по 18 рублей в месяц питались. Но жили дружно, а никогда на этой почве не возникало никаких разногласий. В общем, я хочу отметить еще имена педагогов, отличных педагогов, которые с душой работали и заслужили награды. Это Надежда Платонна Чернавских, царственная гостья. Симоненкова Валентина Павловна. Калакий, надежный товарищ. С трудной жизненный путь прошла. Но она очень удаленная была женщина. И о ней до сих пор самым наилучшим образом вспоминает население все. Трещикина Анна Алексеевна. Очень добрый человек. Простой, душевный. Ее любили очень дети. И дорожили ей. Тихонова Нина Дебьяновна. Отличная от народного образования. Тоже не покладая рук, работала. И добивалась успехов в учении и воспитании. Из нашей школы мы можем с честью сказать, что выходили порядочные люди. И большинство за время советской власти заканчивали специальное образование среднее и высшего образования. У нас много детей. В общем, кто как мог, так и учился. Дорога была всем открыта. Учились бесплатно. Только учись, знай. И учились ребята, не покладая рук. Жили бедно, но порядочно. Я хочу сказать, что пока существовала шаимская школа, то ни одного человека не сидело в тюрьме. Из шаимских выпускников. Это ли не достижение? Люди были до того честны и справедливы, что не было ни замков, ни крючков у людей. Ну а сейчас времена другие. Мы живем в другой эпохе. Но надеемся, что и русский человек все претерпит и всего достигнет. Всем вам желаю здоровья, счастья. Счастья вам и вашим детям, вашим внукам, правнукам. Дожить до золотой свадьбы. И в общем, будьте здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова